Всем привет! Это ролик, такой, знаете, жизненный опыт. В нем вы научитесь думать наперед. И ладно, давайте вам расскажу. Началось все с того, что я начал собирать как раз комплект, который ко мне пришел. Это руль, база, педали, коробка передач. Но все остальное вроде как уже собрано, а педали надо было собирать полностью на стенд. Вроде в этом ничего сложного нет. И я умудрился немножко накосячить. Конечно, можно было бы не записывать этот ролик, потому что, блин, я ошибся, зачем мне говорить о своей ошибке. Ну, все мы с вами люди, я тоже человек, я постоянно что-то делаю не так. Это на самом деле было немножко обидно, когда ты достаешь новую вещь, ее собираешь и в процессе сборки немножко косячишь. Из-за этого перестает работать одна педаль. Давайте вам расскажу, что мне произошло. Значит, в инструкции написано сразу первый пункт, что чувак, будь, пожалуйста, внимателен и провод пускай прямо, чтобы он не зажался. Я так и сделал. Первую педаль поставил, она у меня не зажалась. Потому что я изначально собирал как раз вот эти газ и тормоз. Это стандартный комплект. Когда ты покупаешь вот это Load Soul Kit, она как бы расширяет возможности твоей установки педалей. И эта педаль идет в тормоз, а тормоз, который был, он переносится на сцепление. Таким образом, получается, тормоз у нас еще лучше становится. По нажатию можно регулировать. Ну а сцепление, оно, в принципе, и так норм работает, который был изначально тормоз. Короче, такая тема. Скоро будет обзор как раз на эту станцию педалей. И что у меня произошло? Поставил газ, поставил, ну, сейчас это сцепление. И когда начал ставить тормоз отсюда, из этого комплекта, то я что-то в третьей педали вообще просто забыл. И у меня пережался провод. Он, знаете, настолько он коротенький. Получается, я где-то минут 20 разбирался, какого хрена у меня ничего не работает. Поставил дрова вроде, заходишь, газ работает, сцепление почему-то у меня изначально не работало. Потом перезагрузил 10 раз компьютер. Перестанавливал ПО, все заработало. А тормоз, все, не хочет работать. Что такое? Ну я, короче, взял все это дело, перевернул. И оказалось, что я, когда прикручивал тормоз, я реально пережал провод. И хочу заметить, что изначально в комплекте газ и тормоз, которые вот эти вот боковые, они идут с толстым кабелем. То есть он толстенький, такой удобный, прикольный. А вот эта педаль, которая расширяет возможности, у нее провод тоненький, вот как лапша. Так называемый, прям тоненький. И он, короче, у меня пережался. И все, тормоз, короче, не работает. Там внутри супер 4 тоненьких провода. Я, короче, посидел, подумал, что делать. И его не так уж много, чтобы вытащить его отремонтировать. Можно было все это откусить и зажать заново, но у меня нету инструмента для этого. И, блин, отнести в мастерскую, чтобы у меня там все это дело перепаяли. Ну, решил сам делать. Соответственно, все это дело откусил, зачистил, пользовался огнем, чтобы освободить тоненький провод из резиночки. Ну, короче, все очистил и воспользовался паяльником. Ну, кое-как все это дело запаялось. Конечно, паять я умею, наверное, процентов на 20 и делаю это в крайней необходимости. Вообще, практически там в год, может быть, два раза что-нибудь припаяю. Ну, паяльник есть. В итоге все нормально запаялось. Проверил, работает ли. Работает! Супер! Потом все это дело надо было заизолировать, чтобы у нас, соответственно, провода не коннектились друг к другу. Можно было воспользоваться изолентой, но это слишком неудобно. Я, короче, взял вообще клеевой пистолет, который с силиконом и нормально все, короче, каждый прошелся. Потом все это дело замотал. В итоге все стало работать. Суть ролика какая? Никогда, не стоит никуда спешить. И сам, в принципе, и так уже знаю это. Но вот бывает такое, да. Интересный такой опыт получился. Я уже думал, все, придется либо заказывать еще одну новую педаль, потому что провод оттуда не снимешь. Он прям уходит вовнутрь педали, идет куда-то сзади педали, там прям припаян и сверху вообще закрыт. То есть его нельзя оттуда достать вообще. Был прикольно. И вот даже решил попутно записать процесс, как я все это дело спаяю, заматываю вообще, что у меня произошло. Возможно, будет интересно. Люди порадуются моей неудачи, но я все сделал. Я после того, как все это дело замотал, подключил, все работает идеально. Ну, а к проводам, конечно, здесь надо поосторожнее относиться, потому что основание металлическое. Педали с вами, вот здесь основание металлическое. И знаете, почему-то вот здесь вот зазор между, куда крепятся винты и вот этим основанием, его практически нету. И реально здесь все пережимается. Возможно, немножко не продумано. В инструкции это, конечно, написано, но провод изначально он не лежит вот в этом канале. Он все-таки как-то в разные стороны. И ладно, там первый я положил, второй положил. А третий забыл из-за того, что он еще такой тоненький. Вот получилось так, что он меня немножко вбок и я это все дело закрутил. И видите, как он притом не сильно пережался, но работать перестал. Если там пальцами его немножко скручиваешь, то что-то где-то там немножко подглючивает и типа педаль нажимается, но как-то в производенном порядке. Но сейчас все нормально. Вот уже, наверное, три дня езжу на этих педалях. Выиграл уже два гран-при Формулы-1 2017 года. Занял два первых места. Первый гран-при я слил, потому что я получил дисквалификацию. Ну, потому что не надо правила нарушать. Кстати, если вам интересно по какому-то геймплею, может быть, как-то к выходным сделаем стрим или не стрим, я не знаю. Либо записать какой-нибудь просто ролик, как типа я гоняю или стрим сделаю. Не знаю. Напишите об этом в комментариях, что было бы вам интересно. Если ничего не интересно, то ничего не пишите. Ну, а совет такой. Когда что-то собираете, разбираете или вообще что-то делаете, то надо делать все медленно и с умом. Хотя тоже не всегда помогает. Следующим роликом сделаю уже обзор на эту установку педалей. Как вообще по ощущениям, что хорошо, что плохо. И, ну, так ролики будут немножко выходить. На базу сделаю. Ну, и на коробку передач. Потом, наверное, все вместе как-то покажу. Ну, штуки интересные, прикольные. И на русском языке очень мало обзоров именно данных вещей. Все. С вами был Илья. До новых встреч. Пока.